Всем привет! Я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. И сегодня у нас с тобой сладкий мукбанг. Как всегда, хотелось одно сначала, а потом резко захотелось сладкого. Кушать с кексиками, с шоколадом и со сливками вот такими. Так, открываем. Открываем. Открыла. От жар бросила, пока я всё страхивала, открывала. Сегодня так плохо спала. Капец. Просто капец. У меня была какая-то вспышка всё время. Я закрываю глаза, вижу вот эти картинки какие-то такие. Всякие там рот с кексиками, это в дверь перерастает, ещё что-то. И вспышка. Я просыпаюсь такая, типа, блин, блин. И так было очень много раз, я не могла уснуть. Часа три-четыре, может больше, я не знаю. А нажать я не могу. Сейчас. Очень сложно нажать. Он такой тугой. Так, ладно. И даже был такой момент со вспышкой. То есть вспышкой, очухиваюсь. И на секунду, пока я открываю глаза, мне показалось, что и в комнате свет горит. Я вообще не поняла, что это. Сначала думала, может, паралич, потом думаю, блин, нет, он у меня был. Это не он. И там я не могла, типа, двигаться такая. Мне казалось, что я умираю. Такой, не шевелюсь. Такой. Поперло, по-моему. А что мы делали вчера? Соки с шоколадом. Тысячу лет хотела так попробовать. Что никак, там, года три назад видела еще. Четыре мы попробовали с разными шоколадками. Аленка и Милк с карамелью. Короче, невкусно. Мне не понравилось. А еще к вечеру шоколад же застыл. Я его в микроволновке разогрела. Вроде подождала, чтобы он подостыл. Поела, похавала. Такая мя-ня-ня-ня, вкусно. А прям поняла, что я не оба сожгла себя. Он такой чувствительный очень сейчас. Особенно на горячем. Горячий чай. С малинкой. И такой рыхлая. Ммм. У меня штанга во рту на языке, которая убирается прямо в эту хрень. Неприятненько так. Неприятненько. Шипит, как-то она пшипит странно. Слеганца. Еще вчера-позавчера наблюдала в комментариях, как меня обсуждают, осуждают, что я живу не так, как они хотели бы. Так странно вообще, да? Меня так бесит эти люди. Жизни своей нет, видимо. Они к другим таки лезут. И думают, что если они какую-то маленькую часть видели, то, что им хотят и могут показать, они думают, что это, наверное, так и есть. Ну, то есть, не то, что так и есть. Не знают всех моментов каких-то. И уже принимают какое-то решение. Ну, понятно. Очень интересно. Я читала, мне было очень смешно. Не реагирую, потому что мне, правда, пофиг. Рассказываю просто, чтобы знали. Так, 7 казака, знаете, появилось. А там вообще не много было комментариев, но успели много затронуть. Может быть, что-то ещё там было, но я мало чего запомнила, мне кажется. Так, давайте ещё один шипнем. Что-то он плохо идёт как-то. Всё нормально. Затронули мою внешность, что в 27 я вылежу на 16. Я не люблю так говорить, но как будто это зависть. Но выглядит так, всё. Осуждать за это как-то непонятно. Человек выглядит так, как он хочет. У меня нет таких, слушать не стоит никогда. Они будут всю жизнь. Айгнор – самая лучшая вещь в борьбе с ними. Их это бесит. То, что они высеряются, пишут что-то, а на них не реагируют. Прям кольфушку словила. Что мы ещё обсуждали? Внешность, голос. У меня странный голос. Ну да, мы такие живём в Sims. Такую внешность, такой голос – нет. Такой голос мне не нравится. Давайте другой. Видимо, они не так это представляют. Блин, как тяжело. Ещё на больной палец, вот это вот всё. Мне кажется, он мне когда-нибудь оторвётся. Потому что он хрупкий такой. А я им всё делаю. Телефон такой. Кстати, возможно, поэтому он у меня первый деформировался. Мысля, да? Самоактивно типа. Писали про мой базар, что я базарю как подросток, что у меня всё вообще проблемы с речкой. Ну, конечно, сидя там где-то, легко высказывать своё мнение. Никому не нужно. Если кому что-то не нравится, можно сказать. Только надо это делать культурно. Культурно. Вот вы знаете, как некоторые своё. Мнение высказывает. Сначала пишу всегда извини, но и пошло-поехало. Типа извинился, уже можно всё, да? Я с этим согласна. Но сравнивать кому легче, кому хуже, это тупо. Потому что в каждой форме, степени человеку херово. Один хрен. А человек просто знает, что у меня ревматойный артрит, и всё. А то, что там бывают разные степени. Таблетки, вот эти таблики берёшь, да? Которые органы разрушают. Деформация, это уже последняя степень-то почти что. Ну, я на одном саде что-то читал такой когда-то. Много чего ещё. Сопутствующая кульма. Очень много. Ну, зачем это рассказывать, правильно? Когда спрашивают, конечно, можно что-то сказать. Ой, ладно. Ты знаешь, когда так делают? Я сама это делаю. Вообще, мне бейт, когда так облизывают. Кетчуп. Или что-то такое. Это отвратительно. Красивый. Короче, я всех там перебанила. Не люблю грязь. Дала им возможность высказаться в комментариях. Потому что я это сразу видела, как они начали общаться. Дала крыскам воле, так сказать. Потом забанила. Исправляемся от грязи, человек. Исправляемся от грязи, человек. Одна мне тоже, кстати, писала. Она, вон, не знаю. Не важно. Оно. Мне писала кто-то там из них, что мне звонили мошенники. Он не сбер. Как бы у меня номер записанных. Это раз. Второе. Очень странные мошенники. Звонят. И ужас. Предлагает снадарную функцию кредит. Которая особо никому не нужна. И понятно, они скажут нет. Ну, большинство. Правильно? Ну, почему они такие лохи, эти мошенники, не спрашивают, не говорят. Вам тут деньги пришли, но они заблокированные. Надо бы данной карте сказать, что вы все разблокали и вы получили свои денежки. Или какую-нибудь там фигню, в которую надо внести деньги. То есть, ничего такого не спрашивают. Очень странно. В тысячу раз звонят, все никак к этому не подойдут, да? Данные все не спросят. Кредит предлагают, как они могли посметь вообще. И звонят они. Мне звонили. Мне звонил человек с голосом, ну, не то, что там, бот, робот. Ну, типа, такой голос. У него какой-то эффект на звук стоит. И вряд ли я думаю, когда он что-то говорит, я говорю, пофиг. И бот такой определяет такие слова. Думаю, он не такой умный. И отвечать, как живой человек, ну, типа. Я бы поняла, что это робот. Он бы как минимум повторял предложение. Здравствуйте. Было вкусненько. Сладенько и горячо. Я на сестру кушала мне все равно. Спасибо большое за просмотр, за внимание. Счастливо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.